Всем большой привет с барахолки. Мы сегодня с вами в секунде. Такие часики здесь есть, сделаны в Германии. Такие часы обычно работают на радиоуправлении. У меня дома тоже такие есть. Конечно, очень удобно, потому что в те моменты, когда переводят время вперед или назад, они автоматически переводятся. Работают только по Германии. Я своим родителям дарила такие часы. К сожалению, они у них шли не так, как надо. Вот такой старинный набор. Вот еще один для специй. Для горчицы, глянчики, для перца и тарелочка. Посмотрим, есть ли клеймо. Я уже ожидала, что клейма не будет. Вещь старинная. Начало 20 века. Похоже на Макс Росслер, но неизвестно. И вот тоже посмотрим, может есть клеймо. Здесь тоже нет клейма. Тоже старинный набор. Это где-то на двадцатые-тридцатые годы. В оранжевых тонах. Ну и, конечно же, чашечки ЛФЗ. Без них никак. Такая вот классная ваза старинная. Начало 20 века. Майолика. Стояние, в принципе, хорошее. Оно вот здесь вот есть. Что это такое? Трещинка. Вообще класс. Класс, конечно. Майолика. Югенстиль. Еще птичка с отбитым клювом. Клюв отбит, к сожалению. Старинная птичка. Зимородок, наверное, в белом цвете. Старинное клеймо тоже, но тут кто-то пытался его восстановить, но не получилось. Такая девушка из бронзы. Ой, как бы она не упала. Так, что я тут нашла? Я нашла старинные наволочки с вышивкой. Вообще просто... Это вышивка ручная или штутка. Как-то сделано в какой-то технике. Две старинные с монограммой. Вообще просто чудо какое-то. Такая ручная работа. Тут, конечно, частично на машинке вышито, частично сделано руками. Я так думаю. Монограмма, естественно, вышито руками. И еще взяла все-таки. Я нашла трио. Оно шарпанное, конечно. Потертое. А фустшвайк. Ну, это такая редкость. Такая история этого фарфора, что я решила купить. Вот нашла тут очень красивую фруктовницу старинную. Она, правда, очень грязная. Я не знаю, вот это вот отмоется или нет. Что это вообще такое присохшее, как цемент. Это 50-е годы. Состояние вообще очень хорошее. Вот здесь стоят две стеклянные. Уже мы видели их. Теперь они просто на столе стоят. И вот такая вот еще. Какая-то она странная. Здесь очень выпуклая. И вообще она какая-то немножко кривая. И нет клейма. Поэтому я думаю, что это подделка какая-то. И рисунок такой, не такой, какой надо. Поэтому я воздержусь. Вообще я люблю конфетницы на ножках, но в этот раз воздержусь. Думаю про эту фруктовницу. В зависимости от цены, я ее куплю или нет. Потому что цены здесь немаленькие стали. Но они были-то. Так, надо проверить, чтобы она была в порядке. Ее отмывать, правда, с ней возиться. Ой, даже не знаю. В принципе, она красивая. Но у меня, по-моему, есть похожая. Поэтому надо подумать, прежде чем брать. Хотя это уже редкие вещи становятся. Такие вот конфетницы. Не конфетница. Ну, конфетница-фруктовница, наверное, на ножках. Красивый здесь щелкунчик. Такой прямо симпатичный. Ну, какой-то современный. Так, что тут еще есть у нас? Вот три бокала. По-моему, это Анна Хютте. Такие тяжеленькие. Ну, три штуки всего лишь. Такие вот. Не знаю, чем-то они мне... Так-то они вроде ничего. Ой. Вроде ничего. Но что-то меня от них... Что-то меня от них отталкивает. Не знаю, что. В принципе, они неплохие. Так, посмотрим, что здесь за блюдо. Такое вот это валендор. Да. Еще одно такое. Красивое. С двумя цветками. Ручная роспись. Какое-то морочноватое. Лихте. 50-е. Такое вот. Похоже на ильминал. Да. Ильминал. И вот это похоже на Weimar. Клейма нету. Но это Weimar. Ну, оно не додекорировано. Поэтому без клейма, я так думаю. Так, посмотрим, что здесь в коробочках есть. Какая-то интересная сухарница. Старинная. Тоже без клейма. И вот такая вот. Салатник, наверное. Это я не знаю. Это, наверное, не сильно старинная. Но середина прошлого столетия. Точно. Жаль, пожалуй, здесь темновато. Так. Какие-то первомутровые тарелочки. Тут большие. Стеклянные. Вот там желтая на дне. Симпатичная. Так, а это что такое? Деньги, что ли? Деньги, деньги. Дребеденьги. Типа деньги. Видите, там какая-то купюра ненастоящая. И конфетка. Так, а это что такое у нас? Такая вот. Крышка не от нее. Такая кружечка. Тоже старенькая. Краешек отбит. Такая тяжеленькая. Там еще снизу какая-то сахарница. Или нет, это не сахарница. Это кружка для супа. Здесь, я думала, это сахарница. Это такая кружка. Скорее всего, для супа. Хотя здесь написано, что для кофе. Вот такие удобно использовать для супа. Такого, который можно пить. Такая вот штучка здесь есть. Не знаю, что это такое. Наверное, поилка для птиц, что ли. Это для сада. Сделана из какого-то пластика. А, нет, смотрите-ка. Это можно подвесить куда-то на стену. Ну да, для сада, скорее всего. Потому что в доме я такое не представляю. Такой вот старинный набор для курения и выпивки. Пепельница. Пятидесятые годы. Пепельница, штопор. Что там еще? Пробка. Пробки. Пробки. Для бутылок. Сделана типа подрок, но это не рога. Это не настоящие рога. Это пластиковые. Тут еще чего-то не хватает. Что-то здесь вот должно быть в прорези. И вот в этой дырочке. Бокальчик симпатичный. Где-то я видела, здесь стоят его собратья. А этот стоит один отдельно. Такая база. Большая. Ручная роспись. Прям огромная. Лихта. В оранжевых тонах. Очень-очень большая. Но так как я сегодня приехала, опять же, на своих двоих, мне ее не увезти. Ну, я бы ее и не стала покупать, наверное. Если взяться, если признаться честно, взяться за сердце. Не знаю, так можно говорить? Положа руку на сердце. Вот как вспомнила. Положа руку на сердце, я бы ее и не купила. Не знаю, она мне почему-то не нравится. Так что здесь у нас еще много чего. Эти бокалы еще стоят красивые. Но опять же, я их сегодня тоже не увезу. Может быть, в следующий раз. Потому что они прям шикарные. Тяжелый-тяжелый хрусталь. Жаль, этикетки сняли. Посмотреть, кто производитель. Было бы интересно. Нет, этикетки так не на одном. Ну, они прям отличные. Тяжеленные, конечно. Это что-то. Там двазочка стоит симпатичная, маленькая. Ну, красивый такой у нее край. 15 евро на ней стоит цена. И вот этот кувшин. Не кувшин, точнее ваза в виде амфоры. Мне тоже нравится. С двумя ручками по бокам. Но я ее доставать не буду. Она стоит высоко. Так, эта штучка еще здесь стоит. Лауша, стекло. Лауша, тюринге. Это очень хорошенькая статуэточка. Но, девочки, кто-то глаз подбил. У нее фингал под глазом. Я попробовала, он не стирается. Вот так это, конечно, выглядит очень... Как-то... вызывает странные эмоции. Поэтому... И вот здесь... А, это пепельница. Здесь есть скол. Или это подсвечник, не знаю. Собак большой, мохнатый. И маленький на нем сидит на спине. Ой, какой пуделек хорошенький. Такой валашка. Как настоящий. Прелесть. Так, а здесь кто у нас? Это котик. Пупс такой большой. И вот еще одна собака. Тоже, видно, прям очень-очень старенькая. Мы ее уже видели. Как-то, по-моему, в коробках она лежала. А это кто? Это мишка. Или нет, это собачка. Это такая собачка. Тоже игрушки. 60-х, 70-х годов. Может быть, даже у кого-то такая была. У меня были подобные. Не такие именно, но... Подобные были. Так. Что-то я всех завалила тут. Сейчас буду поднимать. Не помню, уже показывала я этот сервизик или нет. Он в коробках как-то лежал. А теперь его повысили в звании. Поставили его сюда. На полочке. Да, но здесь какие-то я забыла, что здесь. Здесь, по-моему, на крышках. То ли у сахарницы, то ли у чайника. Скол с внутренней стороны. Вот. Вот часто я вижу такое. Также на блошиных рынках в интернете продают. Делают вот такие вот штуки. Просверливают дырки. И делают из трио такую вот фигню. Фигню на мой вкус. А как вы относитесь к такой утилизации чайных трио? Мне лично жалко. Такое я вижу очень часто. Сегодня в коробках как-то все очень грустно. Не знаю, обычно они как-то меняют. Немножечко как-то переставляют. Но сегодня что-то все одно и то же. Вот такой зайчик деревянный. У него ухо отколото. Бутылка Болгария. И вот еще тоже бутылка из-под алкоголя. Такая вот встречается частенько на барахолках с быком. Голубое блюдо. Тоже, по-моему, уже видели. По-моему, здесь уже сами все видели. Насколько я вижу. Такой вот латунный кувшинчик. Индийский, скорее всего. Сегодня много бутылок каких-то. Тут даже остатки алкоголя еще есть. Тоже бутылочка. Наверное, коллекция чья-то была. Ну, красивая ваза голубая. Это нижняя часть от шкатулки. Здесь старый фонарь. Такой вот. Тяжеленный. Какой-то кувшин. Черного цвета. Какой-то такой с коричневым отливом. Отбитый весь. Вот это чайничек, по-моему. Или лифта, или... Или... А, это кольца. Такой вот чайничек. Семидесятых годов. Такая нежная-нежная трилла плава. Без золота. Это их типичная форма. Такая вот. Очень симпатичная. В прошлый раз только одну чашку видела. Сейчас нашлись тарелочки. Похоже, это или астра, или хризантемы. Такой вот здесь еще есть. Три-вьо. Три-вьо. Такая яркая три-вьо с семидесятых годов. Хороший такой фарфур. Качественный у этой фирмы. Интересная расцветка. Думаю, что с вами давно видели. Вот еще такой добавился сет. Но это похоже, Польша. Или что это? Да, Польша. Тяжелая такая. Написано Goethe House. Это домик. Домик Goethe. Он здесь, кстати, недалеко находится. Надо будет нам с вами летом его посетить. На другом канале. Что-то здесь тоже. Какая-то картина. Вот так тоже. Нашла такую вышивку. Шикарная. Такая вот овальная салфетка с ручной вышивкой. Здесь очень много таких пятен серьезных. Вот я, конечно, купила всякие разные средства. Кислородный обелитель почему-то мне не помогает. Вернее, не во всех случаях. Купила антижир, как мне советовали. Попробую. Возьму на свой страх и риск. Несмотря на пятна, здесь берут цену такую, как будто она новенькая. Только что из магазина. Ну, попробую на этой салфетке. Ладно. Она как раз с цветной вышивкой. Попробую вывести пятна. Здесь какая-то тарелка притаилась с ручной росписью. Какой-то прям объемный. Прям золотой рельеф. Это Кальк. Фирма из, по-моему, из города Айзенберг. Такое интересное блюдо. Хотела сказать тарелка, но здесь есть что-то типа ручек. Такой вот цветок. По-моему, это скажите мне, на какой цветок это похоже. Водосбор. Человек купил машинку швейную на таком железном столе. Сундук и еще шкаф. Вся такая прикольная картинка с вышивкой. Спасибо, что были со мной сегодня. Спасибо за лайк под этим видео. Желаю всем здоровья и до скорых новых встреч. Пока-пока.